В Наринмаре отметили День молодежи. Одним из самых зрелищных и запоминающихся событий можно назвать выступления российских скейтбордистов и BMX-райдеров. Ребята покорили публику своим мастерством выполнения трюков. О виртуозах скейтбординга и BMX расскажем в материале выпуска. В это сложно поверить, но ему всего 9 лет. Впервые на скейт Александр Гусев, так зовут этого талантливого скейтбордиста, встал два года назад. Я брал скейтбординг из-за того, что летать любил скорость. В деревне обычно катался на велосипеде, а потом понял, что скучно это крутить педали. Надо что-то новое. И видел парней, носки катались по улицам. Вот сам решил попробовать, попросил. Прям понравилось. За каждым трюком Саша внимательно наблюдает его главная поддержка и опора папа. Кирилл Гусев признается, сам бы никогда не предложил сыну заниматься экстремальными видами спорта. Но выбор Саши одобряет. Саша доску попросил сам на 7 лет. Я, честно говоря, сам бы никогда, наверное, ему это не предложил, занятия до того. И он так увлекся этим, и у него стало получаться, и мы поверили в него. Он стал заниматься, приносил домой синяки и шишки. И в то же время огромную радость. Я считаю, что это мега крутая тема по воспитанию мужского характера. Эти ребята учатся с ранних лет преодолевать себя, преодолевать любые препятствия. Они борются за себя, друг друга поддерживают. Если вы пообщаетесь со скейтерами, это люди, которые все время рады другим их успехам. И они всегда борются за то, чтобы у тебя что-то получилось. Если ты что-то не можешь, они подскажут, поддержат. А это еще один скейтер, который приехал в окружную столицу. Давид Газиев занимается скейтбордингом с 12 лет. Тогда все начиналось как простое хобби. Теперь неотъемлемая часть его жизни. Стаж Давида – 13 лет. На самом деле, если бы была возможность, я бы начал еще раньше. Потому что чем раньше, тем лучше. Когда ты ребенок, у тебя все быстрее получается, есть возможности. Это нужно, чтобы тренировки проходили под наблюдением взрослых, каких-то опытных скейтеров. Просто не так. В идеале, в идеале да. В идеале да, но когда мы начинали кататься, не было еще никаких тренеров, не было каких-то школ. Это все было так в свободном формате, так скажем. Ну, отчасти это и здорово. Потому что мы катались тоже все вместе, с ребятами, и друг другом делились опытом, мотивировали друг друга. Это большая часть скейтбординга, именно что это как бы семья. Мы все общаемся, все друзья. Есть соперничество, но такое позитивное соперничество, которое как раз и рождает прогресс. В составе делегации российских спортсменов и 21-летний BMX-райдер Артем Агарков. Сложность трюков, которые он выполняет на велосипеде, просто зашкаливает. Брату, вы сейчас будете тропать. Это так страшно, чтобы вы понимали. Давайте, давайте, аплодируем. Не стесняемся, брат. Впервые на трюковой велосипед Артем сел в 12 лет. Теперь он и его BMX словно одно целое. Очень много времени, сил потрачено. Ну, как бы вся жизнь вложена в это, и ты начинаешь уже жить. Это уже не просто увлечение. А все, что в жизни, там работа, там друзья, все это связано именно с этим. Что бы вы пожелали? Трижи классные, ребят, есть за что побороться. Давайте раскатываемся, разминаем. Слушай, я пожелаю, что вот мы приехали за три дня, и примерно за три дня мы научились там на всех трюков по 20. За три дня. То есть у ребят просто они не видят какого-то другого уровня. Потому что, ну, я достаточно далеко от центральной части России, и они очень перспективные ребята. То есть есть один парень вообще, он на лету схватывает все. То есть я был очень приятно удивлен. Мне кажется, наша проблема в том, что у нас нет тренера. Да, да, да. Не то, что нет тренера, они не видят другой уровень катания. То есть им кажется, что все это сложно, даже какие-то простейшие вещи, просто потому что это стереотипы в голове. Так что я надеюсь, у вас будет развиваться, и мы приезжаем тренировать, и ребят будем отвозить куда-нибудь в центральную часть. Среди спортсменов-экстремалов Дмитрий Бравичев. Вот отрывок из его выступления на ежегодном фестивале The Bowl. В этом году по результатам соревнований Дима занял второе место и первое на чемпионате России по парковому скейтбордингу. В этом году по парковому скейтбордингу. Их спортсменов стал поистине долгожданным событием и настоящим подарком ко Дню молодежи. Классно же, привезли ребят. Очень рады, так как они с нами ездили, тренировали нас, много опыта получили. Ну, классно. Все дни, что они сюда приехали, были с ними, катались и смотрели, учились. Есть желание повторить такие же? Да, есть. Ну, в скором времени мы хотим это сделать. Вы болеете за Артема? Да. Мы за Диму тоже. За Диму тоже. Дима тоже очень крутой. Мне кажется, они все крутые. Ну, вот именно. Наши вообще лучшие, просто лучшие гасят. Так вообще. Бумба! Е-е-е! Так, ребят, те, кто будут участвовать в контенте... Невероятная энергетика от экстремальных выступлений спортсменов, солнечная погода и ритмы зажигательной музыки сделали День молодежи поистине незабываемым для жителей и гостей окружной столицы. Первый и единственный в Наринмаре скейт-парк стал центром притяжения не только молодежи, но и взрослых. Как говорят сами спортсмены, учиться никогда не поздно. Ирина Нижалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...